Доброе-доброе утро! Сейчас мы предлагаем добавить в наш эфир больше зеленого цвета. И вот каким образом. Уже добавили. Роспотребнадзор назвал зелень главным продуктом апреля. Весной актуальны петрушка, мята, листовой салат, салат редикио, черемша. А также шнит, лук, шпинат и щавель. Кто-то уже собрал из этих ингредиентов салат, а мы условно будем готовить смузи. Насколько я знаю, это любимое лакомство Людмилы Шеляевой. Да, да, да. Вот Миша абсолютно прав, он меня очень хорошо знает. Мне кажется, что я знаю 100 способов намешать смузи. А сейчас мы узнаем 101 рецепт, которым с нами поделится Илья Капитонов, шеф-бармен. Доброе утро! Илья, доброе утро! Доброе утро! Насколько я понимаю, у нас, так сказать, две части нашей беседы. Одна это классическая смузи, а другое это вот смузи, которые, может быть, покажутся кому-то... Радикально зеленые. Да, радикио. Радикио. Давайте начнем вот с этого букетика. Действительно ли можно сделать смузи с участием зеленого лука, петрушки? Ну, вот мяту я вижу, в ней-то я не сомневаюсь. Да, 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 фенхель. Да, конечно, можно. Это называется зеленый смузи. Его пьют для разных способов, но в основном для обогащения витаминов. А вот сразу, я просто тоже делаю такой смузи. Что в него добавлять? Я имею в виду, какую жидкую... Жидкая основа. Там вода, молоко, что там должно быть? Любая жидкая основа. Это может быть вода, молоко, растительное молоко, даже обезжиренный йогурт. Но мы сегодня, это так, к слову, мы сегодня делаем другой смузи. Рассказывайте, что в вашем смузи и чем это полезно для организма. Так, мы сегодня готовим самый базовый смузи, самый идеальный во вкусе. Это банан, киви, миндальное молоко и чуть-чуть для плотности сливок добавим. Как обычно все это смешивается? Что первое, что второе? А вот мне кажется, при помощи этого агрегата. Да, показывайте прям нам. Все, начинаем готовить? Конечно, конечно. Нам еще надо успеть все это выпить во время эфира. Наливаем миндальное молоко. Чуть-чуть сливок, не целый стакан. А сливки нам дадут... Вы лейте, они нам дадут чего? Плотности, вкус? Да, он нам даст плотность, вкус. И сливочности, не побоюсь этого слова. А сливки молочные вы добавили, то есть вот коровьи? Да, да, 22%. Просто есть еще кокосовые сливки, я знаю. Но я так понимаю, что когда у нас есть банан, никакого дополнительного подсластителя мы не добавляем. Или все-таки можно что-то добавить? Нет, банан сам по себе очень сладкий, поэтому мы ничего не добавляем. Можно заменить любым другим сладким фруктом. А я еще обычно, знаете, в такую петрушку добавляю. Нормально же? Не испортим фрукты. Да, конечно. Да, петрушку, иногда укропчик чуть-чуть. Поехали. Все, я думаю, нам хватит. Так, мы можем каким-то образом украсить этот смузи? Да, можем прекрасно мяткой украсить. Давайте разливать, потому что я смотрю, уже Миша смотрит с таким вожделением-то, гастрономическим на все эти смузи. Вы знаете, Илья, я как-то уже в этой студии признавался, что мое самое любимое смузи – это гаспачо. Как вы к этому относитесь? Это, кстати, смузи, это правда, да? Это прекрасно. Ну, только там немножко белого хлеба еще надо добавить для консистенции. И вот твой любимый смузи, он, по-моему, даже немножко такой островатый, что ли, да? Если чесночку немного добавить, можно по вкусу чили добавить. Но ты знаешь, Миша, гаспачо – это твой вечерний смузи. А что касается нашего зеленого смузи, вот как вы считаете, если, допустим, люди не очень любят коровье молоко и вообще не очень любят любое молоко, то какой самый идеальный рецепт, чтобы он был более зеленым, вы подскажете нашим зрителям? Я посоветую любой смузи зеленый готовить на воде. Если особенно ты не любишь молоко или у тебя противопоказания какие-то, то лучше всего на воде готовить. Чуть-чуть, буквально для вот крема добавить. А подслащивать? Вот именно зеленый можно чем-то подслащивать? То есть это не будет ли какой-то какафонии вкусов? Нет, нет. А какой температурой в идеале? Какой? Холодной? Горячий смузи? Нет, но все-таки он здесь немножко нагревается от этой механической обработки. Нагревается, да, но лучше всего комнатная температура. Ну что, давайте тогда пробовать? Давайте. Давайте попробуем, что у нас получилось. Действительно сладко. Супер. Самое интересное. Никакого сахара не нужно. Вот те, кто не сладкоежки, вы очень оцените и сладко, и вкусно, и полезно. Итак, киви, банан, немножко сливок и... Миндальное молоко. Запомнили. Спасибо вам большое. От себя добавлю, что еще в такие смузи, если, например, вы завтракаете, можно добавить какие-то хлопья, например, или какие-то подушечки, чтобы уж точно завтрак был невероятно сытным. Жаль, Миша не захватила. Покормила бы я тебя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.